ПОДРЕНЧНИК КРОК ПО КРОКУ, ПОЖЮМ А1, ЛЕКЦІЯ 9, ОВОЦЕ И ВАЖИВА, ШАГ ЗА ШАГОМ УРОВІНЬ А1, ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК, УРОК 9, ФРУКТЫ И ОВАЩИ. ЛЮБИШЬ МОРХЕВКЕ, ТЫ ЛЮБИШЬ МОРКОВКУ, НОВЫЕ СЛОВО, СУШОНЫЙ, СУШЕНЫЙ, ШВЕЖИЙ, СВЕЖИЙ, МЕНККИЙ, МЯХКИЙ, ТВАРДЫЙ, ТВЕРДЫЙ, ДОНИЧКА, ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК, но также бывает зелень, например, в таком горшочке пластиковом продаётся, тоже называется ДОНИЧКА, ЧЛЕЧ, СЕЛЬСЬ, ПОСОЩ, ПЛОСОСЬ, ВЕНГОШ, УГОРЬ, ДОРШ, ТРЕСКА. Итак, у нас новая тема ОВОЦЕ И ВАЖИВА. ВАЖИВА, ОДИН ОВОЩ, или у него есть у этого слова синоним ЯЖИНА, также ОВОЩ, ОВОЦ, ФРУКТ, ОВОЦЕ, ФРУКТЫ, ВАЖИВА, ОВОЩИ, во множественном числе. Давайте прочтём некоторые названия фруктов и овощей. БАНАН, БЖОСКВИНЯ, ПЕРСИК, КИВИ, КИВИ, ЯБЛУКО, ЯБЛОКО, ШЛИФКА, СЛИВА, ГРУШКА, ГРУША, ВИШНЯ, ВИШЕНКИ, ПОМАРАНЧА, АПЕЛЬСИН, АНАНАС, АНАНАСС, МАЛИНА, МАЛИНКА, ВИНОГРОНА, ВИНОГРАД, АРБУЗ, ЦИТРЫНА, ЛИМОН, ЯГОДЫ, ЯГОДЫ или ЯГОДЫ, ещё называют ЧЕРМИКА, ТРУСКАВКА, КЛУБНИКА, И перейдём к ОВОЩАМ, ПЕТРУШКА, ПЕТРУШКА, НАТКА – это ЗЕЛЕНЬ, то есть НАТКА ПЕТРУШКИ – это ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ, КОЖЕНЬ ПЕТРУШКИ – это КОРЕНЬ ПЕТРУШКИ, ПОМИДОР, ПОМИДОР, ГРОШЕК, ГОРОШЕК, МОРХЕВКА, МОРКОВЬ, ЦЕБУЛА, ЛУК, КУКУРЫДЗА, КУКУРУЗА, БРОКУЛЫ, КАПУСТА БРОКОЛИ, КАПУСТА, ОБЫЧНАЯ КАПУСТА, ПОПРЫКА, ПЕРЧИК В СТРУЧКАХ, ПОМНИМ, ЧТО ПЕРЧИК, КОТОРЫЙ КАК СПЕЦИЮ МЫ ИСПОЛИМ, НАЗЫВАЕТСЯ ПЕПШ, ЖОТКЕВКА, РЕДИС, ЖЕМНЯК, КАРТОФЕЛЬ, ФАСОЛЯ, ФАСОЛЬ, КАЛАФЕР, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, КАЛЕРОВАЯ КАПУСТА, КАЛАФЕР, СЕЛЕР, СЕЛЬДЕРЕЙ, ПОР, ЛУК-ПОРЕЙ, ОГУРЕК, ОГУРЕЦ, ЧОСНЕК, ЧЕСНОК, ИТАК, ЗДЕЦ И НАСЕСТЬ ФОТОГРАФИИ, УПРАЖНЕНИЕ NUMЕR EDIN, НУЖНО СКАЯТЬ, ЧТО ЭТО. ЧО ТО ЕСТЬ? ТО ЕСТЬ ЯПКО. ЧО ТО ЕСТЬ? ТО ЕСТЬ ТРУСКАВКА, КЛУБНИКА. ТРУСКАЯ М ТРУСКАВКИ. ЦО ТО ЕСТЬ? ТО ЕСТЬ ОГУРЕК, А ТО ЕСТЬ ВИЧНИ, ТО ЕСТЬ ЧОСНЕК, А ЧО ТО ЕСТЬ? ТО ЕСТЬ ШЛИФКИ. То есть жуткевка – редис, то есть грушка, то есть виногрона – виноград, а то есть цебуля – лук, то есть бжосквиня – персик, а то есть мархевка – морковь. И переходим к упражнению номер два. Прошли описать салатки. Нужно описать, из чего состоят салаты, и заодно поупражняемся в творительном падеже. Вспомним нажэнтник – с кем, с чем, в данном случае с чем, салат у нас из чего-то, с чем. Первая салатка – порт с яблуком, с родзинками, с изюмом и сметаной, то есть салатка состоит у нас из лука, с яблуком, с изюмом и со сметаной. Салатка номер два. А, то есть мархевка с селером, с сельдереем, с яблуком и с цитрыном, и с лимоном. Салатка номер три. То помидоры с огурком, с папрыком, с огурцом, с перцем, с цебулом, с чоснком, с луком и с оливом, с оливковым маслом. Салатка номер четыре. То салата, то есть зелёный листовой салат. Салатка – это какой-то нарезанный салат в тарелочке, салата, листья салата. Салата с кукурыдзом, с помидором, с фасолом, с папрыком, с чоснком и с оливом. Салатка номер пять. То салата с огурким, с жоткевком и с шметаном. С редиской, жоткевкой, редиской. И перед нами несколько диалогов. Мы их прочтём сейчас и переведём на таргу, на рынке, и потом ответим каждому диалогу на вопросы. Читаем первый диалог. Маме, что мы покупаем? Сочнокунация, овоцы и вожива. Что-то на ужин, фрукты и овощи. Мам охоты на спагетти и на салатка овоцовом. У меня есть желание на спагетти, то есть я хочу спагетти и салат фруктовый. А я на зубы еженовом и рыбы. А я имею охоту, то есть у меня есть желание на суп из овощей, овощный суп и рыбы. То может еж зупа и спагетти, а ютро рыба. Ну тогда может быть сегодня суп и спагетти, а завтра рыба. Добже, в таком разе купуем и террас овоцы и вожива, а рыба ютро. Хорошо, в таком случае мы покупаем сейчас фрукты и овощи, а рыбу завтра. Я купую продукты на соус до спагетти и на салатке, а ты на зубы. Я покупаю продукты для соуса, на соус к спагетти и на салат, а ты продукты к супу. В порядке. А цо до пича? Может два пива? В порядке. Ну то есть все хорошо, согласна. А что будем пить? Может два пива? До спагетти? Пиво? Если хочешь, можешь купить червоне вино, але одно, не два. К смакетти пива? Если хочешь, можешь купить красное вино, но одно, не два. И ответы на вопросы. Чи мамі і Анджела купуюм цось на ланч? Ні, вони купуюм цось на колація, на ужин. На цо ма охоте Анджела? Анджела ма охоте на спагетти и салатке овоцовом. На цо ма охоте мамі? Мамі ма охоте на зупе яжиновом і рибе. Кеде хцем купить рыбе? Ютро, завтра. Чи мамі купує пиво? Ні, не купує мамі пиво. Читаем. Это тот же самый диалог. Читаем. Второй диалог, следующий. Проша чоснэк, чтеры помідоры, две жултые папрыки і две червоные. Видим, у нас уже цифры появляются, но цифры два, три, четыре. Помнім, вони выпендрююли цифры і все время себе требують каких-то отдельных окончаний. Пока просто обращаем на це внимание, а дальше у нас буде прогови. Пожалуйста, чеснок, четыре помідора, два жёлтых перца і два красных. Проша бардзо, цо ёшче? Пажауста, что іщо? Две цэбулы і свежо базылье. Две лукавицы і свежий базилик. В доничце, так? Ну, в таком горшочке, да? Так, да. То всыстко, это всё. Ні, проша ёшче чтеры бананы, але не те жёлтые. Проша те доёжалы, бардзі жёлтые. Ніет, попрошу ёшче чтыре бананы, но не эти зелёные. Пажауста, эти спелые, боле жёлтые. Дойжалы, спелые, как будто они долежали до своєї спелости. Чы могум быч те? Могут ли быть эти? Так, проша ёшче чшы ябка, чтеры ківі, чтеры бжосквіні. Попроша те дуже бжосквіні. Да, пажауста, ещё три яблока, 4 киві і 4 персика. Пажауста, эти больші персики. Те сон ладны. Эти хороші, эти красиві. Добже, і ешче те чэмны виногрона. Хорошо, і ещё тёмны, этот тёмный виноград. Те фіолетовы сон бардзу сладкі, а те ружовы мней. Этот фіолетовый виноград – очень сладкий, а этот розовый – менее. Мней – менее, венцей – более. Мней – то то значи. Мене – что это значит? Мней – то мней. Мене – это менее. Не понимает Анжела. Но мней – ну меньше. Мало сладкі – мало сладкі. Не так бардзо сладкі, не так сильно сладкі. Розумію, пані? Понимаєт пані? А, розумію. Ага, понимаю. В такім разі, попроші... В такім разі, проші те ружовы і ешче две помаранчі. В такім случае, мне, пожалуйста, эти розові виноградинки, этот розовий виноград і ще два апельсина. Терас помаранчі не сон бардзо добре, бо то не ест сезон. Шліфкі сон добре. Можеволі пані шліфкі. Сейчас апельсини не очень хороші, потому що не сезон. Сливы хороші. Можев пані предпочитає сливы? Обратите внимание, є слово добре, хорошо, то есть как хорошо на речі. І є прилагателі добре, добра, добры. Хорошіє, хорошая, хороший. І вот она отвечає, добре, то есть хорошо, как хорошо. А здесь у нас прилагателі. Такой, какая, какое. Добже, проши пулкило. Уф, тою ж вшистку. Хорошо, пожалуйста, полкилограмма. Ну, это уже все. Штердеще два злоте ще демдещунд гроши. Помню, когда два, три, четыре, или в конце чисел два, три, четыре стоит, то злоте гроши, э в конце. Все остальные цифры – злоте гроши. Штердеще два злоте ще демдещунд гроши. І отвечаємо на вопросы. Іли помідорів купує Анджела? Анджела купує чтери. Чтери помідоры. Просто вот возвращаемся к тексту. Яком паприке купує Анджела? Жолтым і червоним, жолтым і красным. Чи Анджела купує сушеным базильє? Не, свежим базилиям купує Анджела. Які бананы купує Анджела? Дойржале, спелі, не зелоне, только дойржале. Іле киви купує Анджела? Чтери. Які виногрона купує Анджела? Рожовые, мній сладкі, менее, мній, менее сладкі. Чи Анджела купує помарањджи? Не, Анджела не купує помарањджи. Іле плањджи, Анджела плањджи, чтердеште два злота, щедамдешнт гроши. Этот же диалог, а мы читаем с вами следующий. А где у нас следующий? Окей. Вот эти же диалоги, составленные словами. Может быть, кому-то так будет удобнее. А мы читаем последний третий диалог. Попроша мархэвка. Пожалуйста, морковь. Іле. Сколько? Чи альбо не. Чтеры мархэвки. Три или нет. Четыре мархэвки. І цо ешчэ? І што ешчэ? Ёднам петрушка. Адну петрушку. Надка чи кожэнь? Зелень или корэнь? Не розумэм. Не панимаю. Надка ест зелона, а кожэнь бялэ. Зелень зелёная, а корэнь белый. Ага. То хцэ, то и то. Ага. Ну я хочу и это, и это. И ешчэ порк, сэлэр и жемняки. И ешчэ лук, сельдерей и картошки. Картофель. Килограмм. Килограмм. Так. А то... Не памятам як то ще называ. Да, а это я не помню, как это называется. То ест фасолька. Это фасоль. А так. То полкилограмма попрошу. А, да. Полкилограмма попрошу. Прошэ бардзо. Чыцэ щэшчэ? Пожалуйста, что-то ещё. Можэ ешчэ калахэр? Тэн шрэдни. То вшыстко дженькуя. Можэ ещё цветную капусту. Вот эту, средний этот качанчик. Это всё. Спасибо. Вшыстко? Всё? Мам барду сладке малины. Хцэ пані? У меня есть очень сладкая малина. Хочэ пані? О, хэнтні. Сахоты. С удовольствием. Дзявятнащча злотых. Шыдзєшчэ два грошэ. Дзявятнадцать злотых нужно заплатить. Тридцать два грошэка. Ответим на вапросы. Или мархэвак купуя мамі? Чтэры. Чы мамі купую пул кило жемняку? Ні. Мамі купуя... Іле жемняку? Килограм. Чы мамі купую пул кило фасольки? Так. Чы мамі купує брокууы? Чы мамі купує брокууы? Ні. Мамі не купує. Чы мамі хцэ малины? Так. Да. Іле плачі мамі? Дзявятнаща злотых. Шыдзєшчі два грошэ. І в цьому раз ми з вами познакомимся с іменітельним падежом множественного числа. І як раз не зря у нас були циферки 2, 3, 4 в цьому диалогі встречались. Потому что после этих цифр, так как 2, 3, 4 – это множественное число, нужно будет ставить дальнейші слова в мяновник «лич би многий» в іменітельному падеже множественного числа. До услышання вкрутце. А домашнє задання вам буде прочитати все эти диалоги вслух і повторити названня овощей і фруктів.